Более 350 человек остались без света и электроэнергии в поселке Зверсовхоз. Всему виной сильный ветер и снегопад. Хорошо, что это всего лишь легенда учений, проводимых энергетиками. В поселке Зверсовхоз организован один из пунктов устранения повреждений. Задание кажется простым – восстановить оборвавшиеся 200 метров провода в кратчайшие сроки. Однако на деле это тяжелый труд, особенно когда на улице минусовые температуры. На время отключения линии мы установили дизельный генератор для электроснабжения потребителей. Вторая бригада у нас работает на линии. Благодаря дизельному генератору подключены социально значимые объекты – котельные, школы, больницы. Одновременно 30 специалистов филиала «Бурят Энерго» при содействии партнеров из «Обороны Энерго» и «Элану Дэнерго», а также администрации города за 4 часа оперативно решают проблему – восстанавливают электроснабжение всех потребителей. Мы вырабатываем взаимодействие между сетевыми компаниями. Нам помогает «Бурят Энерго», «Обороны Энерго». У нас с ними есть соглашение о взаимодействии в аварийных ситуациях. Соответственно, мы нарабатываем практику и участие отработывания. Также у нас взаимодействует это с силами МЧС. Во время проведения тренировки была организована работа оперативного штаба по ликвидации аварий. Оперативная связь с местами событий в районах была предоставлена подразделениями МЧС. Директор филиала «Бурят Энерго» и представители спасательной службы связались со специалистами в Бичурском районе, где, по легенде, также проходили массовые отключения. Специалисты обсуждали вопросы устранения повреждений и восстановления электроснабжения потребителей, обеспечения материалами, персоналом и техникой. Для нас необходимо понимать, на какое время отключается электроэнергия, какая зона отключения попадала, чтобы своевременно повестить руководящий состав социальных объектов, если они попадают в население, проинформировать о ходе устранения аварийных ситуаций. Отметим, что такие крупные учения проходят каждый год перед наступлением холодов для того, чтобы проверить готовность электросетевого комплекса к зиме. Никита Суханов, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ